Российские наркополицейские могут начать операции в Афганистане уже в текущем году. Об этом заявил в Кабуле глава госнаркоконтроля Виктор Иванов. Но полная ликвидация потока смертоносного зелия займет, конечно, год. За время присутствия войск НАТО в Афганистане наркоторговцы заработали более 10 триллионов долларов, а производство опиумного мака выросло в десятки раз. К чему это привело, своими глазами, увидел Дмитрий Петров. Это самое дно афганского общества во всех смыслах. Здесь, под мостом поле Сухта, собираются опустившиеся наркоманы, те, у кого не осталось ничего, кроме желания уколоться. И здесь же все они заканчивают свой жизненный путь. Ведь героин, который достать очень легко, по смешным ценам, 2-3 доллара за дозу, добивает их за считанные недели. Даже привыкшие к беспорядку горожане закрывают лицо, задерживают дыхание и ускоряют шаг, когда проходят по мосту. Внизу копошатся наркоманы, совершенно никого не стесняясь, удовлетворяют последнюю потребность слабеющего организма. Но у кого-то еще хватает сил выйти навстречу журналистам. Что вы хотите узнать? Я недавно приехал из Мазари-Шарифа. Да, у меня сейчас нет средств, я пока вынужден жить здесь. Но как только я заработаю денег, и сразу же сниму себе нормальное жилье. Но ведь ты же употребляешь наркотики, героин. Нет, ну я только курю гашиш. Примерно такой легендой прикрываются все, кто еще может двигаться и говорить. Они все из Ирана, Пакистана, которые там были, они там занимали наркотиками. А потом приехали сюда и все они... А почему полиция ничего не делает? Ведь наркотики запрещены. Полиция что, здесь есть, здесь есть, в другом месте, везде есть такие люди. А полиция что делает? Здесь бывают случаи, что человек умирает вот здесь? Ну да, я видел 3-4 раза. От героина действительно страдают прежде всего сами афганцы. За 10 лет, что в стране находятся войска Альянса, экономика и сельское хозяйство окончательно пришли в упадок. В столице и в нескольких крупных городах еще можно заработать на жизнь каким-то ремеслом. В сельской местности, где всем заправляют полевые командиры, крестьяне вынуждены батрачить почти задаром на их маковых полях. И рассказы о том, что крестьянам выгоднее выращивать мак, а не пшеницу, это очень слабый аргумент тех, кто не хотел бы ничего менять. Так считает глава российского антинаркотического ведомства Виктор Иванов. 123 тысячи гектаров подвергнуть кадастровому учету, посмотреть, кто там землевладельцы, составить список санкционный, направить его в Совет Безопасности ООН, объявить этих людей в розыск, а земли конфисковать в пользу государства. И тогда уже крестьянам можно выделить мешки с пшеницей, с шафраном, с кустами граната. И все, они будут выращивать это и получать они будут значительно больше. Рост по поставкам афганского героина, хоть и небольшой, но все-таки был. Через республики Средней Азии и Закавказье он растекается по всей России. Если мы приведем в движение силы Таджикистана, это, так сказать, сверху, с севера, с востока подпереть силами Пакистана, а с юга, в районе провинции, допустим, Тахар, Паншерское ущелье и так далее, подпереть силами афганской полиции и армии, то мы создадим такой своего рода Бадахшанский капкан, где потом за счет имеющейся информации, полученной оперативным путем, мы проведем операцию по нейтрализации группировок, которые откажутся в этом капкане. Дмитрий Петров, Вести.